друзья мои добрый день всем сегодня мы поговорим про мл что все четвертом кузове так сказать 2010 года выпуска вот значит ну вообще стоит ли и не стоит ли брать эту машину как она ездит и все такое вот я правда не знаю сейчас какие цены он наверное цены приблизительно то же самое там это в районе ляма она стоит может быть чуть короче плюс-минус плюс-минус то есть там меньше ляма это наверное вообще уже хлам там все-таки больше ли она может еще что-то такое вот как-то я на сервисе был и один чудак на букву м мне сказала чё типа эта машина старая машина да там любая новая машина будет ехать лучше чем эта старая машина там типа он не крутой там до этот мерен ну вот но крутой он или не крутой это как бы бабка надо я сказала вот для кого-то он может быть не крутой а для меня вот у этого чудака genesis . да это вот hyundai максималки для меня например genesis не крутой вот mercedes ну мы сейчас про то что с виду мне кажется в черном свете очень даже неплохо смотрится даже и не в черном свете плюс это такой вот можно сказать эхо нулевых эхо даже 90 какой-то степени и для кого-то как я там как я кому сейчас 40 плюс так скажем все таки эти машины были мечтой сейчас они более доступны и конечно вот лично для меня она кажется достаточно нормальной . вот теперь по поводу того что любая новая машина будет ехать там лучше чем мл вот этот вот до 2010 года ну вот допустим у меня пятилитровый двигатель атмосферник атмосферник м 113 еще вот тот вот старенький до атмосферничек который еще был достаточно классный и вот я могу сказать что на дороге на дороге конкуренцию мне ну очень редкая машина вообще сможет составить вот очень редкая машина конкуренцию вот этому 5 литров до 5 литров в 8 атмосферному двигателю ну и в целом тачки редкая машина составить может и не а есть конечно машины там какие-то за ряжи наиболее с массой наверно смотрим под дождем сегодня дождик с массой конечно не такой большой как это здесь масса большая сколько я даже не знаю ну там две тонны или сколько-то да вот есть машины но опять таки на скорости 200 плюс на эти там люди уже начинают бояться там да и все такое а 200 плюс он жмет легко теперь давайте все-таки о минусах этой машины вот то есть то что он едет там так сказать лучше там то есть любая новая машина едет лучше но абсолютно это не так и не даже и генезис и какой-то лучше едет плюс он повыше можно где-то пролезть справа там вот я допустим вас тут есть один переезд там постоянно фуры толкаются все закрыто а я раз 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 права ну фуры конечно пытаются мне это все за закрыть но на нем проще у него первых полный привод и зимой там да и все это очень конечно с генезисом это не сравнится с седаном да а вот теперь о минусах минусы вы если будете покупать эту машину вы конечно столкнетесь с большим количеством минусов и вот как я слышал от одного что типа если у вас нет знакомого электрика лучше и не покупайте это на самом деле так потому что постоянно чё-то с электрикой надо делать вот ну давайте как-нибудь продолжим следующий раз скажу еще